В Волгограде впервые реконструкторы воссоздали бои за Мамаев курган. Именно на высоте 102 в 1942 и 1943 годах проходили самые кровопролитные бои Сталинградского сражения. Орудийные залпы и взрывы гранат, пулеметные очереди из автоматов. Впервые за 72 года на мирной земле Мамаева кургана нарушена тишина. Именно так в кровопролитных боях ценой тысяч жизней защищалась главная высота России в годы Великой Отечественной. С середины сентября 1942 года и до начала октября Мамаев курган несколько раз переходил от советской армии к солдатам вермахта. Участники реконструкции изучали каждый день боев по архивным документам и, как могли наглядно, представили это зрителям. Вот немцы выбивают с позиции взвод красноармейцев, а вот уже наши бойцы переходят в наступление. В высоту 102 красноармейцам помогает оборонять военная техника. Историки рассказывают, что на этих полях мог воевать грозный Т-34 и вот этот самый Т-60. Легкий танк отличался своей мобильностью и высокой проходимостью. Его как раз и нашли несколько лет назад в одном из оврагов близ Волгограда. Подлечили и снова отправили в бой, правда теперь в мирный, для сохранения памяти. Если брать период сентября-октября 1942 года, конечно, сложно сказать сейчас про участие танков непосредственно на склонах Мамаева кургана. Но я могу сказать, что танки Т-60 могли участвовать. И Т-34 участвовали тоже, но они могли быть задействованы в качестве неподвижных огневых точек. Оценить реконструкцию по сложившейся традиции вместе с рядовыми волгоградцами пришли и ветераны Великой Отечественной войны. Василий Павлович Мелехов внимательно смотрел за ходом боев. По мнению фронтовика, получилось все достаточно правдоподобно. Но сейчас, признался ветеран, это все воспринимается по-другому. В то время все развивалось более стремительно и залпы орудий грохотали намного страшнее. Тогда, конечно, было больше шуба и видимость не такая была, потому что стрельба, пыль подымалась, все это. А так правильно все сделано. Тем не менее, нынешняя реконструкция – это не просто дань памяти, но и воспитание патриотизма. С каждым разом на такие постановки приходит все больше волгоградцев с детьми, которые вот так наглядно знакомятся с событиями 70-летней давности и видят, как воевали их деды и прадеды. Нам очень понравилось мой первый раз на таком мероприятии. Очень интересно, для детей познавательно. Им тоже очень понравилось. Люди действительно занимаются с душой, с удовольствием. Мы подходили, говорили с ними, в общем-то, они все нас приглашали, так что, возможно, мы когда-нибудь там окажемся. Среди зрителей и иностранные гости из Индии. В эти дни в регионе проходят российско-индийские учения военных. По словам гостей за рубежа, такое детство они видят впервые. На родине в Индии подобной реконструкции не проводят. Это действительно очень интересно, показательно, как русские войска победили Германию. Для того, чтобы молодежь больше узнала о Великой Отечественной войне, организаторы разместили прямо под открытым небом специальную фотовыставку, в которой рассказали о героях, защищавших Мамаев курган. Ну и, конечно, всем зрителям предлагали отведать настоящие полевой каши. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.